Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Программу «Библия говорит». Служению приходится работать, как никогда много, чтобы выставлять актуальные проповеди, вести бесперебойную трансляцию, отвечать на жизненные вопросы, поддерживать гимнами и утешать братьев и сестёр по всему лицу Земли. Мы просим молиться о сохранности наших сотрудников, а также поддерживать нас материально. Ваше финансовое участие сегодня как никогда необходимо для Церкви Божьей по всему миру. Друзья, благословенные, мир вам! В эфире программа «Библия говорит» и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, за последние пару недель нам прислали этот вопрос, наверное, не меньше десяти раз. Я его зачитаю. Меня зовут Анна. Я живу в Лиссабоне, Португалия. У меня вопрос относительно восхищения Церкви. Верю, что Господь заберёт своих. Но будут ли восхищены дети? Все дети со всей Земли, говоря со своими неверующими родными, затрагивали тему восхищения, что в один миг исчезнет много людей. Будет ли правильно сказать, что и ваши дети исчезнут, то есть Господь их заберёт? Мы касались уже этой темы несколько раз в нашей передаче, несколько под другим углом, может быть, но, в принципе, суть вопроса в том же самом. Когда мы говорим о Божьем основании для спасения, этим основанием всегда является Его благодать. Спасение получается только по благодати. Вот почему один из принципов реформации как раз и связан с благодатью, с абсолютной только благодатью, исключительно по благодати. И об этом достаточно много говорит Священное Писание, о том, что Господь спасает по благодати, но есть ещё один важный фактор – через веру. Это означает, что человек, каждый спасённый человек, он принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. То есть у него произошло сознательное восприятие, переоценка самого себя, признание того, что он грешник, что он погибает, что он нуждается в Спасителе, признание того, что Иисус Христос является таким Спасителем, и принятие спасения, которое даёт Христос, которое включает в себя признание Его господства, признание того, что Он глава, признание того, что Он искупив нас, сделал нас детьми Божьими и так далее. Так вот, когда мы говорим о вот этом втором условии, о вере, первое условие – это Божья благодать, оно от Него, и второе – это вера. И когда мы говорим о вере, у нас есть определённые категории людей, которые живут на Земле, но ещё не имеют достаточной ментальной, интеллектуальной способности, чтобы веровать. Причина заключается в неполной развитости их интеллекта. Они ещё не способны всё это воспринимать. Они вполне нормальные люди, но они просто ещё не выросли. Вот почему это признаётся во всём человечестве. Чем серьёзнее вопрос, тем выше возрастная рамка, когда человек может решать этот вопрос. Например, люди могут вступать в брак только по достижении определённого возраста. В большинстве стран установлены такие границы. Или люди могут участвовать в голосовании о выборах президента только после 18 лет или какие-то другие рамки установлены. Причина, почему это делается, заключается в том же самом. Люди пытаются измерить, когда у человека будет достаточно интеллектуальная способность, чтобы принять столь серьёзное решение в жизни. Вопрос спасения – очень серьёзный вопрос, потому что он более серьёзный, чем Жених Байли выборы президента. Потому что этот вопрос определяет вечность. И вот здесь очевидно, что есть граница, в которой человек имеет достаточно интеллектуальной способности, чтобы нести ответственность. Конечно, сложность в том, что Писание не открывает нам эту границу. В еврейском народе есть такое понятие бармитсва, когда мальчик становится мужчиной. И это, кажется, 12 лет, когда ему исполняется. Это опять-таки традиция еврейская, не подтверждённая Священным Писанием, что вот в 12 лет наступает этот период. Из практики работы с людьми я могу сказать, что зрелость у каждого ребёнка в своё время наступает. Некоторые быстрее развиваются, другие медленнее развиваются. И поэтому мы не можем установить какой-то возрастной ценз, это будет неправильно. Ну и не мы это устанавливаем, это Господь знает, который будет восхищать людей. Теперь, когда мы говорим о том, что же происходит с теми людьми, которые не имеют ментальной способности веровать, у нас есть некоторые основания в Писании считать, что эти люди будут спасены. Есть несколько высказываний Иисуса Христа, когда он говорит о детях, их есть Царство Небесное. У нас есть высказывание Давида, когда он убеждён в том, что умерший сын его спасён, что он с ним там встретится. И с этим согласны большинство евангельских богословов, специалистов, изучающих этот вопрос, в том, что дети, умершие до того, как они пришли в сознательный возраст, они будут спасены. И так как они будут спасены, естественно, во время пришествия Христа всех тех, кто спасён Христом, по Его благодати, одни по благодати через веру, другие просто по благодати, потому что у них ещё нет способности веровать. Все эти спасённые будут восхищены. Здесь нужно добавить ещё такую деталь. Эти все спасённые, включая и детей, которые умирают, эти спасённые, они по всему лесу Земли и в самых разных культурах. И когда мы говорим о массах детей, детских смертей, которые были в истории, это говорит о том, что это была масса спасённых душ. И даже сегодня, когда мы говорим о массах абортов, миллионах, мы точно уверены, что эти души все спасены, а не все со Христом. Опять-таки, по той же самой причине, на том же основании. Таким образом, отвечая на этот вопрос конкретно, когда в момент восхищения все эти души, все эти люди, которые не имеют ментальной способности веровать, они будут восхищены и будут вместе с церковью, вместе со спасёнными людьми. А вот уже возраст, мы не знаем. Господь определяет. Вот почему нам нужно заботиться о том, чтобы говорить детям о Христе как можно раньше. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. На сегодня всё. Храни вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слова.org Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio-ad-slava.org А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Служение Слова Благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.